Рыбацкий конгресс, как и рыба, ищет где глубже и стремится ответить на глубокие вопросы, самые важные из которых – какой должна быть основная цель отечественной рыбной отрасли в предстоящий 15-летний период. Сложности с регулированием отрасли, которая осваивает ресурсы, принадлежащие государству, конечно, необходимо разрешать в диалоге бизнеса и власти, но на первом месте должны стоять интересы общества и отечественного потребителя. Такое заявление сделал на конгрессе руководитель Приморского края Олег Кожемяка, который знает рыбацкую профессию глубоко изнутри. В рыбацких регионах рыба должна быть доступной, считает он. И на Сахалине в должности губернатора Островной области уже предпринимал для достижения такой цели конкретные действия. Вы знаете, Олег Николаевич, когда пришел на Сахалин, он поставил ту же самую задачу. Он ее поставил очень просто перед рыбаками. Он нас всех собрал на рыбковом совете и сказал, ребят, вы что не можете накормить свои семьи рыбой? Вам-то надо всего 10%. Отдайте их по нормальной цене. Никто не сказал за бесплатно. И был разработан проект «Доступная рыба». На сегодня этот проект, он выполняется и выполнялся. И за этим следит агентство по рыболовству. Ну, здесь у вас департамент на Сахалине агентства по рыболовству. Другой, не менее глубокий вопрос, который ставит 13-й международный конгресс – как стимулировать развитие морекультуры, фактически создать новую отрасль. Здесь сложностей, наверное, даже больше, чем в рыболовстве. Потому что если рыбакам вменяется то, что они не вкладываются в обновлении флота и не наладили нормального сбыта в родной стране, то в морекультуре фактически все создается с нуля. А на это нужны капиталовложения. Деньги очень долгие. Это выгодно. Все понимают, что это выгодно. Но это тяжелый труд. Тяжеловато, конечно. С Азией нас некорректно сравнивать. Поэтому мы даже не на коленях еще стоим. Мы очень далеко. И будем очень рады, если они будут вкладывать деньги свои в нас. Мы будем очень рады. Ну, не бояться, честно скажу. Они просто боятся. Максим Яковлев. Новости на восьмом.